Годовой отчет деятельности правительства, обеление экономики и льготы на проезд в общественном транспорте. Все эти вопросы были рассмотрены на очередной сессии Народного собрания Дагестана. В ее работе принял участие и глава республики. В продолжении темы сюжет Зумруд Гамидовой. В центре внимания правительства вопросы повышения качества жизни и выход на среднероссийские показатели, от которых республика существенно отстает. Успехи есть, но впереди все же непочатый край работы. Так, Кабинету министров республики совместно с органами местного самоуправления удалось не только сохранить уровень ранее достигнутых показателей, но и добиться заметных сдвигов по ряду направлений. Объем собственных доходов увеличился на 5 миллиардов рублей. Нам удалось укрепить доверие федеральных органов власти, увеличить объемы привлеченных федеральных средств на 8%, это 6 миллиардов рублей. Также принятые меры позволили увеличить объем республиканской инвестиционной программы в 5 раз. При этом отметил премьер, некоторые отрасли в Дагестане по-прежнему находятся в тени. В их числе он назвал строительство, производство обуви, мебели, оптовую и розничную торговлю. В этой связи должны проводиться мероприятия по наращиванию легальной экономики. В этой связи нами организованы мероприятия по сплошной постановке экономических субъектов на налоговый учет. При этом речь идет не о закрытии так называемых серых зон, а о наращивании легальной экономики. Другими словами, нельзя допустить сокращение рабочих мест при переходе из серой зоны в белую зону. На увеличение фонда оплаты труда правительством выделено более 5 миллиардов рублей. Говоря о среднемесячной зарплате, в республике премьер-министр заверил, что она выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Сократилась в республике и безработица. Численность граждан в этой связи у нас сейчас составляет 23 тысячи человек. Она сократилась на 1,7 тысячи человек или на 6,7%. Глава Кабмина затронул и вопросы туризма. Так, по словам Сдунова, особое внимание будет уделено развитию туристской инфраструктуры вокруг Сулакского каньона, куда приезжает большое количество туристов. Идет ввод в эксплуатацию новых гостиниц, пляжи, республики также приводится в соответствии с мировыми стандартами. Однако, несмотря на некоторые успехи по многим показателям, республика до сих пор находится в хвосте федеральных рейтингов. Горожан волнует повышение цен и тарифов. Вот доклады говорили о том, что наши дороги оборудуются камерами. Да, прекрасно, хорошее дело, современное. Но здесь нельзя забывать о том, что все-таки здесь есть и надо соблюдать научные нормы ограничения скорости, места их установки, чтобы эти камеры не стали очередным источником побора с наших граждан и так, которые трудно проживают. Депутатами был принят законопроект об организации регулярных перевозок. Данный документ предусматривает возможность льгот на проезд для отдельных категорий граждан. Всего в парламентарии рассмотрели около 20 вопросов.